Морнин, бочингерлз! Здравствуйте, ребята! Сегодня это 24 апреля. И topic of our lesson is have to and don't have to. Сегодня мы называем 4 апреля. И тема урока have to and don't have to. I can talk about obligation. Я могу говорить об обязательствах. Итак, эти два глагола выражают... Первый глагол выражает обязательства. Второй глагол don't have to. Отрицание, потому что у вас нет обязательств. Итак, давайте с вами посмотрим. Дополните... Complete the sentence from the text. Дополните предложение из текста. Затем выберите правильные слова в правиле. How do we form questions with have to? Как мы образуем вопросительные предложения с have to? Например, you have to get good grades. То есть, ты должен get, получить хорошее образование. Дальше. People sometimes have to lie and cheat to succeed. Люди иногда должны врать, чтобы врать и обманывать, чтобы добиться успеха, получить чего-то своего. Итак, правило у нас смотрите внимательно. We use have to to express an obligation. Мы используем have to для выражения обязательства. We use don't have to. Мы используем don't have to, когда у нас нет никаких обязательств. Ваша задача самостоятельно сделать упражнение номер два. Поставьте правильные слова в предложение, чтобы получилось у вас вопросительное или утвердительное предположение. Например, первое предложение будет вопросительное. order the words to make questions out. Поставьте правильные слова, чтобы получить вопросы. Смотрите внимательно. У вас есть вопросительное слово do. Дальше. У вас есть глагол walk. Например, do. Дальше идет у вас по таблице глагола. Смотрите, как вопрос образуется. Do we have to walk to school? То есть, have to будет ставиться перед основным смысловым глагоном. И у вас получится. Do we have to walk to school? Мы должны ходить в школу. И так далее. Далее. То есть, делайте вопросительные предложения. Еще раз говорю по образцу. Do we have to walk to school? Мы должны ходить в школу. Сначала идет у вас вопросительное слово. Потом местоимение. Потом глагол have to. Потом основной смысловой глагол walk. Ходить to school. В школу уже. Куда дополнение ставите на последнем месте. Так, самостоятельно выполняйте второе задание. Для Лизы, Ангелины и Ромы задание номер четыре. Напишите шесть предложений. Используйте слова в рамочке и ваше собственное мнение. Смотрите внимательно. Завершилось задано. Parents, nature, your friends. Родители, учителя, вы друзья. Cook at home. Готовят дома. Get at six. О'clock. Вставать в шесть часов утра. Do homework. Делать домашнюю работу. At the weekend. На выходных. Study English. Учить английский. Do exams. Сдавать экзамены. И так далее. То есть, вы используете те существительные и словосочетания с глаголами, чтобы составить вопросы с have to или don't have to. Good luck. Всем удачи. Жду ваших работ. От всех упражнений номер два. От Лизы Ангелины Ромы. Дополнительное упражнение номер четыре. Его действует от болезня. Встречи замки. Резинаrt г Souls 39ㅋㅋ Mü by кос пожарнений пят Почему? Встреча.